Я всех приветствую и сегодня я постараюсь ответить на некоторые ваши вопросы. Стоит ли хранить сбережения в долларах или у рубля есть будущее? Ну, у рубля, конечно, есть будущее, но сам вопрос хороший и не имеет однозначного ответа. Слишком от многих факторов зависит. Если мы говорим исключительно про экономический аспект, то да, на горизонте год-два у рубля не очень хорошие перспективы. Нефть падает, рубль слабеет. Нефть дорожает, правительство начинает скупать нефтедоллары, рубль снова слабеет. В условиях стагнирующей экономики правительству выгоден слабый рубль. С другой стороны, никто не поручится, что в какой-нибудь момент власти не захотят заработать и на ваших долларах. Это также достаточно легко сделать. Принудительная конвертация по заниженному курсу или запрет нахождения – способов очень много. К сожалению, попытка сберегать сейчас – это игра с шулерами, которые сами устанавливают и сами меняют правила. Нет стопроцентного рецепта. Инвестируйте в образование, инвестируйте в здоровье, инвестируйте в собственное жилье. Вот те рекомендации, которые можно дать. Скажите, пожалуйста, вы спонсировали яблоко после освобождения из тюрьмы? Один из активистов яблока говорил мне пару лет назад, что основной источник финансирования яблока – это вы. Но при этом Явлинский утверждает, что партия не берет у вас деньги. Я помогал яблоку с финансированием до своего ареста. Сейчас, конечно, этого нет. Уже после моего ареста яблоко долгое время существовало на деньги, выделяемые администрацией президента. Партии, которые набирали определенный процент на выборах, такое финансирование от государства положено по закону. Ну, были и другие формы поддержки. И вот, видимо, чтобы не сломать эти отношения, Григорий Алексеевич после моего выхода на свободу запретил своим партийцам взаимоотношения со мной. Это не слишком рационально, но факт. Ну, правда, мои друзья из яблока на запреты плюют. Интересно было бы узнать ваше мнение по поводу базового основного дохода. Как вы думаете, это перспективная идея или утопия? Мы живем в мире, где базовый основной доход – это норма в той или иной форме. Ну, или должна быть нормой. Дети должны получать образование по способностям, даже если их родители не могут его оплатить. Люди не должны жить на улице и даже в ночлежках. Люди не должны голодать. Медицина должна быть доступна каждому. Ну, вот в сумме 50-70% среднего дохода человек должен иметь вне зависимости от своих трудовых успехов. Остается вопрос формы получения такого дохода и воспитания мотивации к труду у детей. Здесь есть решение, но вопрос непростой. Что вы думаете о китайцах в России и о Китае в России? И вообще об этом экстремистском союзничестве? Землю им отдают, леса они вырубают. Вот во что это выльется, страшно представить. С одной стороны, планы Путина найти в Китае союзников в противовес Западу, очевидно, не сработали. Но, во всяком случае, не сработали так, как хотелось. Китай – это вторая экономика мира с ростом 6-7% годовых и внутренний рынок в 1,5 млрд человек. Китайцы же весьма прагматичные бизнесмены. Путин сам загнал страну в ситуацию, когда альтернативы Китаю по многим направлениям экономического сотрудничества просто нет. И Китай использует это на 100%. Они дадут кредиты, но потребуют большие скидки и кабальные контракты. Они окажут на словах политическую поддержку, но получат от нас гораздо больше, чем дадут. Китай готов сотрудничать с Россией, но поскольку Путин ведет переговоры с Китаем из слабой позиции, то все, что нам светит, это место младшего партнера и сырьевого придатка. Я не думаю, что Китай прямо будет физически претендовать на Дальний Восток и Сибирь. Но все сотрудничество сведется к поставкам нефти и леса по бросовым ценам и получению назад товаров народного потребления и менее качественной технологической продукции, чем та, которую мы не хотим покупать на Западе или не можем вследствие санкций. С Китаем можно и нужно сотрудничать, но не как с единственным партнером. Тогда можно получить выгоду. Вот, к слову, в начале 2000-х я предлагал построить нефтепровод на Восток силами ЮКОСа. И труба должна была быть такой, чтобы поставки могли идти и в Китай, и на Запад. Тогда от китайцев можно было бы добиться нормальных условий. А так Путин загоняет и себя, и всю страну в угол. Ну, во всяком случае, сейчас мы говорим об политике на восточном направлении. Не хотите ли вы сделать прямой эфир и ответы на вопросы? Хочу. А также хочу ежегодную пресс-конференцию, обращение к Федеральному собранию и поздравление страны с Новым годом с Красной площади. Шучу. Но когда-нибудь обязательно сделаем. Расскажите о ценах на бензин. Что к чему и почему так дорого? Ситуация с бензином у нас совершенно не рыночная. Вот и дорого. Мы постепенно приближаемся к советской структуре этого рынка. Роснефть захватила ЮКОС и Башнефть. В три дорога купила ТНК БП. А еще раньше под Газпром ушла Сибнефть. На рынке работает государственный монстр с непомерными затратами и плохим менеджментом. Из-за санкций все нефтяники ограничены в доступе к технологиям. А это означает повышение себестоимости добычи. Налоги высокие, а правительство пытается регулировать цены. Конечно, цены будут расти. Хорошо, что еще дефицита нет. Но все впереди. Ваше мнение по поводу фильма Аркаша Мамонта про вас. Смотрели? Понравилось? Я вообще стараюсь не смотреть эту пропагандистскую продукцию. Просто неинтересно. Я заранее знаю, что они скажут. Ничего нового. Рассматриваю сам факт выхода таких фильмов, как признание своих заслуг. Значит, все правильно делаю. Если Мамонтова заставляют так стараться. Да и денег ему отсыпают. Как думаете, когда Крым вернется в Украину? Для меня лично Крым это, во-первых, не территория, а люди. Больше двух миллионов жителей. Вот когда они захотят назад, тогда и вернется. А произойдет это тогда и только тогда, когда Украина предложит модель развития, которая будет привлекательна для этих людей. Если же говорить о реальном механизме определения будущего Крыма, то, на мой взгляд, это будет формат переговоров и взаимодействия между правительствами Украины и России. Ну, конечно же, не нынешних правительств. Как-то в одном видео про лихие 90-е вас спросили, как вам удалось обойти плохих парней. То есть, рэкет, бандитов и так далее. Вы ответили, что вам приходили такие, но и уходили. Я, если честно, вам не верю. На чистоту давайте. Прям посмотрели, что вы хороший, добрый и ушли. Я принадлежу к первой волне сначала советских, а потом российских предпринимателей. Среди нас действительно были цеховики, которые по традиции предпочитали тень и договоры с бандитами. А я сразу предпочел официальный путь. Конечно, можно было нарваться на бандитов в погонах. Ну, нам повезло. А после этого мы стали слишком крупными. Когда мы купили ЮКОС, то избавились от бандитов совсем простым способом. Я запретил продажу нефти региональными подразделениями компании. Нельзя продавать нефть, и бандитам нечем поживиться. А если бандиты выходили на меня или других руководителей компании, то мы просто сдавали их в РБОП. На руководителя второго по размеру налогоплательщика страны не так просто наехать. Бандиты появляются там, где есть теневые схемы и грязные деньги. Ведь там люди гарантированно не будут жаловаться. А нам скрывать было нечего. Ну, во всяком случае, мы так полагали. Впрочем, от президента и его друга Сечина это нас не спасло. Интересует ваше мнение о частных АЗС. Они вытесняются из рынка в интересах крупных компаний. Их поджимают снизу оптовыми ценами на продукцию, а сверху возможными проверками, в том числе антимонопольных служб. Конечно, мы понимаем, что в России что не проверка, а все отъем бизнеса. Но как вам видится дальнейшая судьба частников? Для крупной компании частная заправка, работающая по франшизе, выгоднее, чем своя собственная. Однако в феодальном обществе возможность зарабатывать на такой франшизе – это ресурс феодала. И он наделяет им только своих. Так что, увы. Не думаете ли вы, что Путину просто надоело быть в заложниках системы отношений внутри элиты? И он просто решил обвалить систему, поссорившись со всем миром? Ведь когда-то кто-то говорил из политологов, что изменения в современном политическом режиме могут произойти только благодаря внешнему поражению. Мне кажется, вы слишком усложняете, Владимир Владимирович. Тут все проще. Он возглавляет организованную преступную группу, чьей задачей является обогащение. Чтобы продолжать обогащение и избежать ответственности, им необходимо удерживать власть максимально долго. Поскольку при таком подходе дела в стране и, в первую очередь, в экономике страны идут неважно, то удержание власти демократическим путем дается, скажем так, все сложнее. Поэтому надо придумать внешнего врага, на которого можно свалить все проблемы и перед лицом которого все должны сплотиться вокруг власти. Вот и причина поссориться со всем миром. Объясните, пожалуйста, на примере Газпрома, почему чуть больше 50% принадлежат стране, а остальные принадлежат иностранным акционерам. Когда и как это произошло? Зачем гордиться этими иностранными акционерами, если они получают прибыль, дивиденды с нашего достояния? Как обстоят дела с нефтяными компаниями? Это же основной доход в бюджет страны. Спасибо. Эти люди вложили свои деньги. Вы, например, совершенно без проблем можете вложить свои деньги в Эксон или в Эппл и получать доход с американского национального достояния. Вот так устроен современный мир. А государство должно получать свою долю через налоги. Вообще с Газпромом на самом деле совершенно другая проблема. Газпром работает не в интересах своих акционеров, а в интересах подрядчиков. Друзья Путина выкачивают из Газпрома деньги через поставки труб, строительство и прокладку трубопроводов и так далее. Инвестиционная программа Газпрома раздута, она непрозрачна и неэффективна. Если Газпром перестанет инвестировать по триллиону рублей в год в никому не нужные проекты, то и дивидендов он будет платить больше, и налогов. Но тогда друзья Путина перестанут подниматься вверх в списке Форбс. А значит это маловероятно. Не кажется ли вам, что вы часто упоминаете Сечина? На мой взгляд вы портите свой имидж и превращаетесь из человека, желающего блага для российского народа, в того, кто хочет тут тупо отомстить. Ваш большой поклонник Руфат. Спасибо, Руфат. Хорошее замечание. Но, к сожалению, Сечин это системная проблема всей страны, а не только неприятный мне лично человек. Монополизация и снижение эффективности важнейшей отрасли экономики – это Сечин. Развращение правовой системы через вовлечение ее в передел собственности – это Сечин. Серьезное влияние на Путина и, как следствие, увеличение доли силовых методов в решении политических задач. Это тоже Сечин. И это лишь неполный список его заслуг перед страной. Так что дело не в личном отношении. Ну или не только в личном отношении. Как улучшить демографию? Два ответа. Один реалистичный, другой политический. Реалистичный. Сами знаете. Политический. Сделать страну такой, чтобы люди хотели в ней рожать и растить детей. А дети стремились сюда, а не отсюда. Спасибо вам, дорогие друзья. И смотрите мои видео. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...